Следанья в ладьской нежней, Следанья в ладьской нежней. И самая короткая песня от Григория, под которую мы отправляемся из Нижнего в Мордву. 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 Привет, дружочки-пирожочки. Вы смотрите Ясноу-шоу и сегодня вас ждет последняя серия, которая посвящена путешествию моему и друзей на чемпионат мира по футболу, который был в России. В сегодняшнем выпуске будет короткая часть про футбол в Саранске и очень большая часть про футбол в Казани. Ну, потому что в Саранске играли Тунис и Панама, а в Казани играли Франция и Аргентина. Друзья, и даже если вы не сильно любите футбол, я очень рекомендую досмотреть этот выпуск до конца. Хотя бы для того, чтобы увидеть, какие нечеловеческие эмоции приносит людям эта замечательная игра. Приятного просмотра. Глеб, ты чувствуешь сразу южное какое-то настроение? Пальмы пластмассовые вот эти вот чудесные. Вот как-то плюс 32 нам привычные уже. Выиграть? Да? Да. Так, друзья, как вы понимаете, мы в Саранске попадаем на матч Вьеха. Многие его называют мини-финалом этого турнира. Мы идем на матч Панама-Тунис. Мы идем в Тунис, мы идем в Панама. Мы идем в Панаме-Тунис, мы идем в Панама-Тунис. Все, пойдемте. Вы понимаете, проходили мимо этих домов, чувствуется, да, что чемпионат мира приехали. Я думаю, что даже больше того, их специально покрасили. Смотрите, в продолжении темы, мне кажется, что здесь красили дома и УАЗик просто, ну, как бы, до кучи, до кучи, да. УАЗик стоит, давайте слушаем, что ты писался. Великая Ордва, Великая Анаполь. Великая Анаполь, Великая Анаполь. АЛЕЙ! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, если возвращаться к теме стоимости жилья во время чемпионата мира, то в Саранске мы сняли однокомнатную квартиру за 10 тысяч рублей за ночь. Ну и чтобы вам понимать ситуацию, даже подъезд у этой квартиры выглядел примерно так. Вы наверняка знаете, что я очень люблю планировать разные интересные маршруты и даже в этом маленьком путешествии я предложил ребятам два варианта развития дальнейших событий. Итак, первый вариант. В Саранске мы садимся на скучный прямой поезд до Казани, заселяемся в не самый веселый хостел, очень крепко и надежно спим, просыпаемся в Казани, гуляем, идем на футбол. Есть второй вариант. Мы садимся на замечательный поезд до Арзамаса, встречаем чудесный романтический закат в этом мегаполисе и отправляемся на ночном поезде до Казани, где уже в 5 утра бодрыми, с замечательным настроением мы оказываемся в Казани. Как вы думаете, какой вариант выбрали ребята? Друзья, как вы помните, через 5 минут мы приезжаем в Арзамас, где нас ждут чудесные... Вот, мы приезжаем в Арзамас, у нас будет 3,5... 3,5... 3,5 адекватных человека и 1,5 жёстких. 3,5 часа в Арзамасе на то, чтобы посмотреть, что это за город. И почему в Арзамасе не будет проходить чемпионат мира по футболу? Посмотри на Крюк. Блин, вызывайте экзорциста срочно! И пошел в Крюк. И пошел в Крюк. И летний год. Послушай, там далеко-далеко есть земля... Ты, по-моему, задом узнаешь. Там Новый год, там Новый год, там Новый год, два раза в год. Вот. Просто большой мастер. Там снег, там столько снега. А еще ты на сиденье пассажира ездишь. У меня право руля. Я в Японии. Очень милый городок, я уверен. Прикольно. Слушайте, ну, пока. Пойдем, пора замасить. До свидания. До свидания. Хорошо. Привет, Арзамас! Слушай, кафешку, может, не найдем, но магазин уже здесь есть. Магазин уже есть. А вы вот знаете, да, что во многих городах стоят эти памятники паровозам на вокзале? Да, да. Здесь тоже есть. Самое прекрасное, что магазин с надписью открыто закрыт. С амбарным замком. А еще в этом трипе у нас была традиция паниковать по поводу нашего возможного опоздания на поезда. Иногда это доходило до приличного абсурда. Ну вот мы и покидаем ночной Арзамас. А нам идти типа еще до хрена... То есть мы опаздываем на поезд начинаем, да, Глеб? То есть мы не паникуем, но опаздываем? Или немножко паникуем, но не опаздываем? Мы не паникуем, но мы просто немножко ускоряем шаг. То есть паникуем. Смотри, это шаг паникера, я вижу его. Они очень напряжены, не вижу вальяжности в твоих ногах. Глеб, а мы опаздываем? Продолжаем, как бы, ну не забавляем шаг. Глеб, а я слышу вытки поезда, но не вижу вокзала. Может мы опаздываем? Ну, типа нам вот еще надо подойти, еще. Нет, признаюсь, шаг можно было не ускорять. Признаюсь, это был мой прощатель. Паникер, блин. А что ты запаниковал-то? Стоянка поезда 10 минут, а я думаю, по моим часам 15. Я не паниковал. И уже утром мы оказались в Казани. И как вы помните, волей судьбы мы попали, наверное, на один из самых фантастических матчей этого чемпионата мира. Одна восьмая финала Аргентина-Франция. Или Франция-Аргентина? Они оба в домашнем играли. Великая косочка. Я потерял нас. Итак, друзья, сегодня мы привыкли... Друзья, мы вернулись в Казань. Сегодня встречаются сборные Франции и Аргентины. И мы вышли посмотреть, началась ли ваканалья на улицах какая-либо французская, либо аргентинская. Пока. Вива, на французское. Поехали. Поехали! Поехали. Аргентина. Что вы думаете по поводу сегодняшней игры? Я думаю, что будут две команды по 11 человек. Они будут играть на все поле. Не на половинку, но по одному ворота. Я считаю по одному. Как вы считаете, какая команда фаворит в этом матче? Фаворит футбольная команда. В той, в которой собраны профессионалы своего дела. И ваши прогнозы на этот матч? Я считаю, что будет 28-27 градусов тепла. Спасибо большое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьезно? Нет. А как туда пройти-то? Ты можешь вот тут пройти, а можешь обойти вот так. Подержи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, у нас отличная компания. И сегодня футбол с нами смотрят. Клиниан Мбаппе. Коль Погба. Три ноунейма и брат Поля. СН Погба, по-моему. Мы всего царим, по-моему. По-моему. andersец, кто с yerde Overdieng ? Франция будет 5-0. Я скажу. Два champions. Мбаппе и Гироу. В другой стороны Messi. Охахахахах. Он risks gibi verste. terra бежит со всеми. Экрана рода. Работы нет. Мы хотим всмепо$ zur tutto. А вот он Ти Бро, Минар Ти, Маринор. Я сюда попал в отличную компанию. А что-то всё в Аргентинке подождует. Всё. Блин, такое ощущение, что они все ждали, молчали. Давали на спорте Франции попеть. Я мурашки. А вот и репартили. Мы все ждали. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот кто справа играет. Автор лучшего голого чемпионата мира. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Друзья, после этого у нас было два стремительных поезда с пересадкой в 15 минут Для того, чтобы успеть уже домой в Ярославль на матч Испания-Россия Но это, наверное, уже другая история А эту историю, наверное, хотелось бы закончить мизансценой в нашем купе на обратной дороге Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok